всем привет сегодня понедельник 28 августа 2017 по моему здесь у нас таймер должен идти в николаевске на амуре был очень жаркий день и вот сегодня немножечко так расслабляясь после хорошей работы на ферме мы решили прокомментировать статейку amourmedia.ru итак у нас в гостях небезызвестные нам журналюги со своей со своим новым таким литературным творчеством промысловики николаевска типа докладывают истерика перекрытом лимане амура грязная конкурентная борьба да ну давайте попробуем разобраться мне вот тут понравилось самом начале смотрите представляют представляют директор о восточный рыбокомбинат видите да а дальше представляют директор о восточный рыбокомбинат и он еще руководитель ассоциации рыбокозяйственных предприятий бассейна амура и вот тут еще ниже смотрите тут он опять волос директор о восточный рыбокомбинат и где-то он тут стрельнул опять его полностью представили так но это на самом деле не столь критично но для овощи для понимания как они работают до отвлекая внимание читателей они считают что им задание далее но журналистом правильно сделать так они учились на журфаке но они видно очень хорошо учились они очень хорошо работают конечно с текстами я вижу да ну и вид видны все их ляпусы ну как бы вот этими штуками мы с вами хотим поделиться в паре значит вот этого своего литературного творчества они совершенно забывают что у нас страна в общем-то равных возможностей при желании и владеть владеть подобными техниками могут не только они в общем-то и на журка и на журфаке учились не только они а многие наши горожане так значит они говорят так грязной конкурентной борьбой называют николаевский либо переработчики почему-то не в кавычках шумиха вокруг полностью перекрытого лимана амур а значит утверждаю что никто ничего не перекрывал все нормально все в порядке кстати вас не смущает вот это вот смотрите две головы лежит и написано такими темпами рыбы в амуре скоро совсем не будет но успокаивает да если такими темпами ну не страшно то еще хватит нам на десятки тысяч лет вот ну вот если бы посмотреть фуры я вот тут не подготовился надо было видео положить ну я думаю вы посмотрите до которые загружаются возится прямо вычерпывается эта рыба полностью где в в устье реки амур куда она приходит на ней на нерестилище и увозится вот это конечно да это такими темпами скоро не будет а это две головы это ерунда те фотографии куда но отведите да вот эти вот это тоже очень хороший такой четкий журналистский ход которые практически всегда срабатывает то есть усыпляем внимание две головы как не будет ерунда люди думать ерунда не будет так дальше до ранняя редакция амур медиа уже писала что рыбакам николаевске ульского муниципальных районов в этом году нечего ловить да 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 писали я помню они там они видосик делали такое тоже занятный с таким звукорядом замечательным мы его тоже кстати прокомментируем скоро так значит что нам говорит директор александр позняков он говорит что что ульчи перебрали себе производственных мощностей окупать их нечем потому что рыбы нету все и вот они резюмируют истерика это все грязная конкурентная борьба все рыбак рыбы валом а николаевские брешут бывает такое но в тихом океане нет рыбу чего сделать вам же говорил уже там директор этого стадиона директор стадиона осталось сказал рыбы нету все нигде не в море не в океане вот и вот вот этот пунктик меня вот прям начал так честно веселить и просил ребят прокомментировать так поделился что думаю согласились что имеет смысл никто не спорит этот год выдался не рыбным говорит нам александр позняков что на сахалине что у нас но это не говорит о том что ее совсем нет да меньше именно поэтому к ней и надо бережнее относиться забыл как тебя зовут александр слушай давай ты к ней вообще перестанешь просто относиться никак не будешь к ней относиться хорошо вот а мы разберемся как нам бережнее к ним относиться не бережнее мы тут живем и это наша рыба понимаешь и поэтому не тебе не тебе александр говорить вот это вот к ней надо бережнее относиться перестань к ней относиться и у нас отпадет необходимость относиться к ней бережнее. Понял? Так. Кого он еще не обошел вниманием? Директор Восточного Рыбокомбината. Ага. Так. Вот он тут нам рассказывает за заездки. Вот смотрите внимательно. Это тоже очень интересно. Завестки это официальное орудие промысла. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Имеет такие-то размеры. Вот. Смотрите. Ширина лимана 26 километров на входе. Вот. А самый длинный заездок 1,2 километра. Вот. Тут не хватает одной цифры. Сколько всего заездков? А в начале навигации озвучилась там цифра что-то около сотни. Ну давайте примем сотню. Для тех кто не верит. Давайте. Вот 1,2 километра умножим на 100 заездков. Получаем 120 километров. Делим на 26. То есть ширина лимана на входе. И получаем что заездки могут перекрыть лиман четыре с половиной раза полностью. Проверить, конечно, это... Ну я не знаю, как бы... У меня нет возможности проверить. Если есть такие конкретные видосики забрасывайте в личку ко мне на страницу в Одноклассниках. либо закидывайте в группу да, вот коллеги группу создали называется Амур-батюшка тоже в Одноклассниках. Туда можете прям заливать. Я думаю там не будет проблемно там или делитесь там или видео заливайте. Мы в общем-то довольно демократичны. И мы не будем требовать там заливать видео в видео. Там фото в фото. Ну как получится. Мы если что будем переливать сами. Если будет сильно лента заспамлена. Заспамлена. Ну все договорились, да? По этому поводу. Так что тоже подписывайтесь в группу. Принимайте участие в борьбе по спасению экологии России-матушки. Которая в общем-то завязана на Нижнем Амуре. В общем-то очень серьезно. Так. Ну вот это мы посчитали. Еще одну такую ложь, да? Год не совсем удачный. Так. Нормы. Так. Это все. Это все. Это все. Это все. О! Вот она рыба. Мы продаем по 36 рублей за килограмм. Вот. Ну. Вот из тех кого я знаю никто этого не знает. И даже в смысле никто ее не видел. Даже вот по чатам я спрашивал по форумам лазил кто-нибудь видел по 36 рублей за килограмм. Я говорю ну как бы слов мало. Сфоткайте и пришлите там в студию. Но никто ничего не прислал. И как бы вот я такое предположение делаю что вот это по 36 рублей за килограмм видимо он своим может родственникам раздает. Не знаю. Вот. И поэтому продажа если дописать то нормально будет. Продажа родственникам идет под брендовым названием вот доступная рыба. Да. Тогда все конечно становится на свои места. Администрация все контролирует. Все нормально. Но рыба идет вот чисто родственникам этого товарища как это Александра Александра вспомнил. Точно? Да. Александра Познякова. Да. Так. Что еще? Что еще? Значит меня очень не порадовала вот эта вот концовочка. тут они уже председателя комитета рыбного хозяйства Кирилла Фирсова попросили. И он отметил что с началом осенней рыбалки свежей рыбы в магазинах краевой столицы станет гораздо больше. Вот. и я понял значит выловят всю. Значит на Нижнем Амуре выловят всю. И это в общем-то не радует. Но тем не менее не теряемся. Продолжаем работу по спасению экологии нашей родины. Лайкаем классаем продвигаем делимся контентом. Не забываем мы люди мы здесь живем. Это наша земля. Это наша река. Это наше природное богатство. Что бы там кто-то нам не говорил. Эль Пабло Унида Гамас Сера Винсида. На этом мы с вами прощаемся.